Дмитрий Семенович, коллеги, всем доброе утро. Действительно, компания Ростелеком сегодня – это уже нетрадиционный телеком-провайдер. За последние пять лет мы преобразовались в такую большую цифровую империю, я бы даже сказал. Огромное количество цифровых сервисов, новые услуги в виде центров обработки данных, кибербезопасность сегодня на острие, в целом экономике разных предприятий и государств. Продолжаем развивать телеком-сервисы, развивать цифровую инфраструктуру, выходим в новые интересные сферы бизнеса, такие как киноиндустрия. Все полюбившиеся сериал «Слово пацана», который недавно вышел новинки, буквально недавно новый сериал, сразу все серии мы открыли, ГДР. Всех предлагаю посмотреть его, очень интересный. И, конечно, такое стремительное развитие требует такого инновационного подхода, в том числе к персоналу и к рынку труда. Мы набираем новые компетенции, приобретая разного рода предприятия, разного рода компаний, выращивая компетенции внутри, так называемые тихий найм мы принимаем внутри, переучиваем наших коллег и направляем в новые направления. И, конечно, как и все предприятия, которые сегодня на рынке существуют, мы сталкиваемся со всеми проблемами, как большая корпорация. У нас сегодня больше 100 тысяч человек, 120 тысяч человек в стране, и, конечно, мы, ну, так или иначе, часть, ну, мы большая часть отрасли, связь и IT, и большая часть нашей страны. Поэтому все мегатренды, которые сегодня существуют, мы тоже как корпорациями болеем и по-своему с ними справляемся. Наша компания с точки зрения персонала продолжает стареть, у нас больше и больше становится коллег, которые работают долго в компании, это и хорошо, и плохо. Такие люди должны быть в компании, скрепами такими являться. Больше половины сотрудников работают более 15 лет. 7% коллектива – это ребята, которые работают меньше года. И, конечно, самая большая сложность у работодателей и у нас – фокусироваться на вот этом направлении, на молодых сотрудниках, которые только пришли в компанию. Это ребята, которые закончили только институт, либо работники других предприятий, корпораций. Поэтому важно концентрироваться на этом, на том, чтобы вот эти ребята, которые только пришли в компанию, они не уходили, чтобы была минимальная текучка кадров. Фокусируемся мы на стыке взаимодействия с высшими учебными заведениями. Так, основной флагманский вуз отрасли университета имени Бонч-Бруевича, который в Петербурге находится, телекоммуникации, у нас там есть своя кафедра и лаборатория. Мы проводим много экспериментов для отрасли, внедряем инновации вместе с студентами, работаем по внедрению и продвижению стартапов совместно с вузами. Высшая школа экономики – мы попечитель, один из крупнейших попечителей этого вуза. Тоже большое количество проектов совместных мы реализуем как на плече ПАО, так и на плече нашего дочернего предприятия Теледва, внедряя разные методы работы с ребятами. Кого-то оставляем у себя на работе. Недавний юбилей крупнейшего вуза нашей страны, политехнического университета. У нас большое количество разного рода экспериментов и проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, мы проводим с этим вузом. Поэтому работать на стыке с высшими учебными заведениями, на наш взгляд, очень важная тенденция с точки зрения удержания людей. Это позволяет в меньшей степени концентрироваться на тех цифрах, которые коллеги показали, на рынке труда, а фактически делать то, что в наших руках и в наших силах. Искусственный интеллект, безусловно, нами применяется при подборе кадров. Также мы работаем по удержанию сотрудников, предлагая разного рода программы развития, используя эти новые технологии. Поэтому вот эти направления у нас очень актуальны. Те проблемы, которые сегодня существуют, они, как я сказал, они похожи, собственно, как и у всей, наверное, цивилизации в нашей стране, у всей экономики. Те события, которые недавно произошли, пандемия, возможность работать на удаленке, приводят к тому, ну и, собственно, молодежи все больше и больше. У ребят клиповое мышление, там, зацикливаются на смартфонах, на телефонах. Это все, конечно, создает дополнительные сложности для нас, как для работодателя. К чему это приводит? К тому, что сегодня самым большим бичом и самой большой проблемой в корпорациях и у работодателей является, даже вот, ну, здесь вы фокусируетесь, изучая вот эти вот проблемы и вопросы, не на первом месте оплата труда, какие-то другие там темы, какой-то сумасшедший босс, который на работе, а тема всплывает, тема одиночества. Все больше и больше одиноких людей в нашей стране, на нашей земле, на планете. И если посмотреть статистику, например, 20-летней давности, на 40% увеличилось количество одиноких людей в нашей стране. И мы, как работодатели, используя вот эти модные тренды, модные профессии, сами загоняем наших сотрудников в этот стресс, выгоняя людей на удаленку. Поэтому соблюдение вот этого баланса работы в удаленном режиме, работа в офисе является, на мой взгляд, сейчас таким краеугольным камнем работодателя. И вот этот, ну, правильный формат и, ну, вот где найти эту точку, пока еще она не нащупана. И я думаю, что она, ну, это вот предмет экспериментов и исследований сегодня в целом, в целом ряде предприятий. Мы, как и все компании, когда случилась удаленность, когда случилась пандемия, естественно, выгнали сотрудников всех по домам. И мы каждый год делаем измерения ЕНПС, удовлетворенности работодателям. Там простой опрос, рекомендуете ли вы работодателя, ну, кому-то там, своим близким, друзьям и знакомым. Вот если сравнивать результаты позапрошлого года и прошлого года и этого года, когда мы вернули людей в офисы и дали возможность ребятам работать в комбинированном режиме, мы увидели 20-процентный рост удовлетворенности работодателям. И вот это, мне кажется, как раз вот такой момент, на котором должны сконцентрироваться руководители предприятий с точки зрения работы с коллективами внутри. Вот продолжая тему вот этого корпоративного одиночества, мне кажется, очень важно руководителям предприятий думать о том, чтобы создавать и давать возможность коллегам на работе создавать такие дружеские, я бы даже сказал, прочные узы. Потому что вот те новые профессии, которые появляются, работа в колл-центре, доставщики, онлайн, какие-то продажи, они, ну, наоборот, делают, так скажем, сотрудников компаний отдаленных друг от друга. И несмотря на то, что есть контакты с клиентами, прочных связей, которые формируют спокойствие, уверенность на работе, они не создаются. Многие руководители, ну, слышат, когда какие-то смешки в офисе, какие-то дружеские похлопывания, думают о том, что создается, наоборот, нерабочая атмосфера, и вот такие дружеские отношения мешают работе предприятия. Наоборот, сегодня мы должны уделять этому особое внимание и создавать условия для общения коллег друг с другом. К сожалению, ставшая модным тема отсутствия корпоративов на работе. Все лучшее, забытое, старое. На мой взгляд, очень хорошая практика, которую особенно важно внедрить сегодня. Вот как можно больше нужно давать возможность людям общаться. Многие руководители современных компаний тоже очень плохо относятся к созданию профсоюзов или поддержанию профсоюзных движений в своих предприятиях. Я, наоборот, на свои оперативные совещания последние два года профсоюзного лидера вожу как полноценного члена своей команды, как заместителя, и очень сильно поддерживаю это движение, потому что это дает возможность, плотный контакт с профсоюзами, дает дополнительную такую валентность связи меня как руководителя с коллективом, слышать, что необходимо коллегам, какие-то новации внедрять, давать обратную, честную обратную связь через руководителей профсоюзов. Поэтому, на мой взгляд, фокус руководителей и работодателей в сегодняшний момент времени должен быть на этом, на том, чтобы сотрудники не чувствовали себя одинокими. И тогда фокус на рынке труда можно руководителю не держать. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»